Кардиология одна из самых наукоемких отраслей в медицине, при этом самое востребованное. Сердечные заболевания одни из самых распространенных в современном мире. Но как сегодня обстоит дело с кардиологией в Санкт-Петербурге? Доброе утро. На Первом канале. Включение с северной столицы. На прием к кардиологу в районных поликлиниках всегда есть очередь. Впрочем, взять талончик не проблема. Врачей достаточно. Да и дефицита оборудования для первичного обследования сейчас не существует. Также в Петербурге уже 55 лет действует специализированная подстанция скорой помощи номер 15. Ежедневно 10 бригад на специально оборудованных машинах по всему городу в прямом смысле спасают людей. Повод к вызову клинической смерти – это приоритетный повод для вызова именно нашей бригады реанимационно-кардиологической. И, к сожалению, как правило, такие вызова поступают ежедневно и в большом количестве. Крайне редко бывает такое, что бригаде удается довольно много провести время на подстанции. Как правило, раз в час вызов поступает, и мы выезжаем. 27,67 доктора Лощаков. 27,67 на вызов. Кардиоцентр сегодня действует во всех районах Петербурга. Фактически в нашем городе достигнут европейский показатель – один центр, работающий 24 часа в сутки, на каждые 500 тысяч населения. В каждой крупной больнице проводят операции на сердце. Впрочем, наиболее сложные пациенты поступают сюда – в Федеральный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Мы концентрируем на себя самых сложных больных. И с каждым годом тяжесть и количество пациентов с тяжелой сопутствующей патологией увеличивается. Понимаете? 93-94% больных, которые находятся в кардиологическом отделении, кардиохирургическом, больные с сопутствующей патологией. Поэтому такие центры, как наш, они и созданы для того, чтобы быть центрами, я бы сказал, экспертного уровня. Для того, чтобы решать те проблемы, которые они могут решать на локальном уровне. Под нуждой сердечно-сосудистой хирургии в Федеральном центре имени Алмазова задействованы 17 операционных. Ни одна из них не простаивает без дела. Сюда привозят тяжелых пациентов из других городов и регионов. Каждый день здесь проводят как плановые высокотехнологичные операции, так и экстренные вмешательства по линии скорой помощи. Одни из самых сложных – операции на детском сердце. Если мы посмотрим на детское население, а у нас это 28, около 28 миллионов детей, то, соответственно, цифра больных будет очень высока. Всего в стране около миллиона больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиология сегодня – это уникальные технологии, спасающие человеческую жизнь. Вот такой миниатюрный прибор в буквальном смысле способен вытащить человека с того света и выиграть драгоценные минуты до приезда скорой помощи. Технологии достаточно сложные, можно их сравнивать с космическими, потому что производство этих устройств требует определенных требований по степени надежности, по долговечности, потому что приборы имплантируются в тело пациента. Это сложная электроника, которая должна много лет работать и предотвращать такие опасные, фатальные, можно сказать, исходы жизни. Операции по имплантации современных дефибрилляторов и кардиостимуляторов сегодня не редкость. Их проводят десятками по всей стране. Стоимость каждой исчисляется сотнями тысяч долларов. С середины двухтысячных эту финансовую нагрузку методом квотирования берет на себя государство. Впрочем, провести дорогостоящую операцию на сердце – это только половина дела. Не менее важным является период реабилитации пациента. Мы показали сегодня, что услуга может окупаться за четыре года. Это деньги, которые вложены в высокие технологии по сердечно-сосудистой хирургии. Только в том случае, если больной следует нашим рекомендациям. Если он им не следует, то услуга не окупается. И с точки зрения государства вложенные деньги неэффективны. В планах отечественной кардиологии снизить смертность россиян от сердечно-сосудистых заболеваний на 20% в ближайшие 10 лет. При должном подходе к этому вопросу это вполне осуществимая стратегия. Тимур Мамонов, Антон Голубев, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург. Тимур Мамонов, Антон Голубев, Александр Высоких и Андрей Клемешов.